Генгауэр, журналист, выходит с нами на прямую связь. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот сейчас я видел такую дискуссию в Фейсбуке о том, что те люди из России, которые уехали, вступают в дискуссию с теми людьми, которые остались и не согласны с политикой Владимира Путина. Вот насколько эта сейчас дискуссия, скажем так, заметна или, может быть, нам просто со стороны показалась? Существуют ли какие-то такие вот разборки, скажем так? Мне кажется, это очень сильно зависит от того, чем именно занимается человек, сколько у него свободного времени и сколько из этого свободного времени он готов тратить на то, чтобы читать Фейсбук и погружаться в пучину вот этих всех дискуссий. Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду споры по поводу того, уезжать или оставаться, и если оставаться, то что делать? А имеют ли право, значит, уехавшие чему-то получать тех, кто остался? Да, именно об этом. Если честно, ну, очень так по верхам в теме, потому что скорее я слышала некие отголоски в утреннем эфире своего коллеги Александра Плющева. Вот. И я честно скажу, у меня очень всё просто. Я, возможно, скучная, но у меня всё просто. Уезжать или оставаться, на мой взгляд, сугубо индивидуальное дело каждого отдельного человека. Это всё равно, что я приду к вам домой без спроса и скажу такая, «Так, а с кем это вы тут живёте? А почему у вас наволочки такого цвета?» Вот правда, это не моё дело. Я не знаю, почему вы живёте именно с этим человеком и почему именно такие наволочки вы купили в магазине. Это ваша жизнь. Вам решать. Вы знаете все свои обстоятельства, я их не знаю. Поэтому я очень стараюсь всегда аккуратно обходить вот эту тему. И я точно знаю, что нельзя осуждать, ругать, возмущаться, если человек уехал или если человек остался. Это одна история. Вторая история. Кто там что может говорить, кто что не может говорить. Есть некоторая оторванность, она формируется не сразу, но через какое-то время. Действительно, я это вижу. Люди, которые уехали из России, уехали очень давно, средне давно, они несколько иначе воспринимают то, что происходит здесь внутри. Люди, которые, например, очень давно уехали, ходят и говорят, «А что же вы ничего не делаете, не возмущаетесь и не протестуете?» И ты хочешь им сказать, «Дружок, вернись, вот вернись и расскажи мне, как здесь протестовать». Люди, которые уехали сравнительно недавно или совсем недавно, говорят, «Глупцы, бегите, вы идиоты, почему вы, значит, здесь остаетесь?» Все, кто остаются, какие-то неправильные. И этих людей я тоже могу понять, потому что у них сейчас этот разительный контраст между чувством бесконечной тревоги, который здесь есть. Вот ты находишься здесь, если ты активно как-то выступаешь со своей позиции, ты постоянно находишься в чувстве тревоги. Нарисуют у тебя что-то на двери или на машине, возбудят ли дело, или обойдется административка, или ты станешь иностранным агентом. И когда ты на контрасте оказываешься в безопасности, ты, конечно, хочешь всех защитить, ты, конечно, хочешь всех забрать. И я всё могу понять, всё. Но, люди, мне кажется, давайте мы просто попытаемся друг о друге заботиться, максимально корректно эту заботу выражая. Для меня вот эти вот все дискуссии — это всё проявление такого нашего общего бессилия. Мы должны просто сами себе признаться. Мы не в силах изменить прямо сейчас ситуацию. Мы не можем прямо сейчас остановить войну. И наше бессилие выливается в разные формы, в том числе иногда вот таких дискуссий. А если говорить о списке сторонников Алексея Навального, там 6 тысяч фамилий, если не ошибаюсь, он уже вызвал большие дискуссии. Вот вы упомянули как раз Александра Плющева, и у него в стримах этот список тоже обсуждался. И там есть несколько вопросов. В частности, обратили внимание, вот, а Леонидом Леченом-то за что? Да, собственно, он никогда не участвовал там в пропаганде войны, работал на общественном телевидении России, который ещё Лысенко создавал. Ну и так далее и тому подобное. Что думаете об этом списке, насколько такие вещи нужны, хотя бы в знаковом, символическом смысле? Я считаю, что в нынешних военных условиях ничего дурного в этом списке нет. Мне в целом концепция, наверное, не очень близка, но вот сейчас это кажется мне довольно уместным. Я вот первый этот вариант списка, который был презентован, воспринимаю скорее как некий черновик. Да, это такой, считайте, драфт документа. И мне очень понравилась реакция Леонида Волкова и вчерашнее его пояснение к этому списку, что он будет дорабатываться, там действительно есть ошибки, неточности, там кого-то не хватает, а кто-то лишний. И мне отрадно видеть, что команда Алексея Навального готова дальше работать. И они готовы принимать какую-то конструктивную критику. Это очень здорово, это очень-очень хорошо. Ну вот еще хотелось бы ваше мнение. Для людей, которые живут за пределами России и имеют, скажем так, взгляд со стороны. Вот, например, Ксения Собчак в латвийском обществе. Она воспринимается как человек, который активно, казалось бы, критиковал Владимира Путина. В то же время я вижу, что внутри сообщества российского Ксения Собчак очень неоднозначная фигура. Вспоминают, как она баллотировалась на пост президента и так далее. Шулпан Хаматова, да, еще одна история, поскольку она выступала в Риге на акции, которая называлась «Русский голос против войны». Опять же, очень много дискуссий я смотрю внутри нашего местного русскоязычного сообщества на эту тему. А вот что можете сказать, насколько мы по-другому, может быть, смотрим на тех знаковых фигур, самых известных фигур, которые ассоциируются либо с оппозиционной деятельностью, либо, скажем, с нейтральной деятельностью и так далее? Ну, что касается Ксении Собчак, то действительно я, в общем, не очень понимаю, какие тут могут быть вопросы, человек, который вполне себе готов обслуживать интересы Кремля, когда надо, поэтому я понимаю, почему она в этом списке. И да, это очень расчетливая, циничная женщина, которая, если надо, выдвинется в президенты, если не надо, задвинется из президентов. Надо будет, будет спойлером, не надо будет, не будет спойлером. То есть, ну, как бы там довольно все очевидно. Что касается Чулпан Хаматовой, которой нет в этом списке, мне кажется, что ей там и не место, а она... Я знаю эту концепцию многих людей, что, типа, вот ваша теория малых дел, благотворительности и прочее, прочее, это одна из основ режима. Это не так. Давайте все-таки не будем с больной головы на здоровую валить. И чаще всего люди так говорят те, которые ничего вообще не знают, ни про какую благодворительность и никому никогда не помогали. Вот в тот момент, когда к ним придет рыдающая мать умирающего ребенка, и они закроют перед ней дверь со словами «Мое белое пальто» и «Нравственный камертон» не позволяют мне позволить вам переступить порог моего дома, «Рыдайте со своим умирающим ребенком где-то вот там снаружи». Вот после этого я с ними поговорю. А до тех пор нет, я считаю, что Чулпан Хаматова делала большое дело, и ни в какие списки ее включать не надо. Еще вопрос от наших зрителей. Как вы относитесь к концепции коллективной вины и коллективной ответственности в отношении всех россиян? Это тоже дискуссия, которая идет в последнее время. Ну, вина вообще не может быть коллективной вина. На мой взгляд, это такое чувство, которое ты либо испытываешь, либо не испытываешь, те не могут ее навязать. Ну, если ты не чувствуешь себя виноватым, ну что ты тут сделаешь? Что касается ответственности, это другая история. И я думаю, что здесь нужно все-таки как-то разделять. Можно ли сказать, что Алексей Навальный виноват или нельзя? Наверное, все-таки нельзя. Но это человек, который был готов положить свою жизнь на борьбу с режимом Владимира Путина. А Элсан Памфилова, глава Центра сберкома, виновата? О, да. Ее ответственность такая, что вообще никому и не снилось. Поэтому мне кажется, что вот эта вот какая-то коллективная ответственность, всех обладателей российского паспорта, это не совсем здоровая штука. Значит, вот я, как россиянка, мне ужасно стыдно за все, что происходит. Я просто, мне жгучее чувство стыда и совершенно разъедающая изнутри вина. Но я не требую, чтобы все испытывали все то же самое, потому что я знаю, что это все сугубо индивидуально. При этом могу ли я сказать, что я несу ответственность за то, что происходит? Как человек, который никогда в своей жизни не голосовал за Владимира Путина и всю свою профессиональную жизнь делающий все возможное, чтобы показать уродство этого режима. Я не очень знаю, как мне посчитать степень моей ответственности за происходящее. Честно. Поэтому я тут не возьмусь надевать на себя судейскую манчу. Если вы готовы, мне будет любопытно. Вопрос от наших зрителей. Они спрашивают, как вы можете прокомментировать историю с возможным покушением на Владимира Соловьева, Маргариту Симонян, Киасаяна. И там такой достаточно долгий список хорошо всем знакомых фамилий. А что это вообще было, как вы думаете? Ну, слушайте, у нас белорусизация зашла слишком далеко, мне кажется. То есть мы как-то превратились не в Беларусь, потому что Беларусь – это прекрасное свободное государство с избранным президентом. А вот в Беларусью, где Александр Лукашенко, значит, удерживает власть уже 100 тысяч миллионов лет. Потому что, ну, взяли всё оттуда. И вот это вот ментовское, и репрессивное, а теперь ещё и фарсовое пропагандистское. После покушения на Озарёнка, в принципе, покушение на Соловьёва выглядит, ну, уж совсем нелепо. И это всё так стыдно. И ты думаешь, ну, ладно, хорошо, да. А ещё, значит, хотели убить Соловьёва. Ну, и там под шумок ещё всех других. Но я очень-очень-очень надеюсь, что люди будут критически воспринимать эту информацию, потому что выглядит это всё достаточно неубедительно. То есть, если люди, которых задержали, они, там, вполне могли бы быть в какой-то разработке по, там, некоему делу, то вот придумать им конкретную историю с покушением, ну, это как-то, думаешь, ну, серьёзно, ребят. Ну, о чём вы? У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Алло, здравствуйте, это Виталий Марков, Екатеринбург, Россия. Приветствую, Татьяну. У меня буквально на 40 секунд. Татьяна, первым делом хотел вас спросить, не знаете ли вы, где Ирина Воробьёва? Может быть, как-то на брекфаст-шоу удастся её завлечь? Ну, это так, в проброс. Второе. Готов вашего кота или кошек, у вас две, да, насколько я знаю, содержать. Очень бы хотелось, чтобы вы были в безопасности. Ну, и продолжая тему пропагандистов. Куйвышев и Соловьёв. Саша пообещал у Рогова спросить, а что вы думаете об этом? Пропагандисты пошли в атаку на региональную власть? Спасибо. Да, я думаю, что это просто в полудискуссии как-то вот. Ради красного словца, как известно, не пожалеют и отца. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конкретный накат на региональные власти. Скорее, вот есть привычный наезд на Ельцин-центр. Вот это вот всё, что бесит, да. Но нет никакого наезда ни на региональные власти. Ну, такой эпизод довольно... Он забавный, конечно, но я бы не стала относиться к нему серьёзно и видеть здесь некую тенденцию. Что касается Иры Воробьёвой, то она занята всякими хорошими, полезными и очень важными делами. Потому что она помогает проекту «Ночлежка». Плюс уже сейчас в России, к сожалению, начинаются пожары. И, соответственно, она с волонтёрами, насколько я понимаю, будет и этими проблемами заниматься. И, в общем, ей немного не до эфира. И я её очень хорошо понимаю. Мне кажется, что мы все должны уважать её решение и не тянуть никого в эфир. Против воли, по крайней мере. Да, да. Да, у нас ещё звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Владимир Петербург. Да, Владимир. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот если сейчас, ну, через какое-то время Путин исчезнет из политики, но останется путинский режим, как поступать людям с либеральными ценностями? Что им делать вообще? Спасибо. Я думаю, что, спасибо большое, я думаю, что путинский режим всё же невозможен без Путина. Это патроналистский режим, это режим одного конкретного человека, который держится на одном конкретном человеке. И после исчезновения, не знаю, таинственного, волшебного, какого угодно, Владимира Путина, это будет уже что-то другое. Совершенно точно. Вот, поэтому я вот тут не стала бы так уверенно говорить, что сохранится путинский режим. Какой-то режим может сохраниться, но он точно будет другим. Может, хуже. Вот, кстати, вопрос от Ивана, он его уже три раза задаёт, поэтому зачитаю. Вопрос в гости. Если костяк режима Путина около шести тысяч человек, то, как сказал Арестович, цитата, «это не так многое, и они могут просто исчезнуть». Есть ли надежда на их исчезновение? Спасибо. Зачитал, как есть. Я не знаю, если у вас есть контакты с марсианами, то вперёд, конечно. Я думаю, что, конечно, это никакие не шесть тысяч человек, и можно там насчитать и побольше, там многих не хватает. Вот, и опять же повторюсь, что режим Владимира Путина строится на Владимире Путине. Вот, цитаты господина Арестовича довольно милые, но они, мне кажется, не всегда пара Россию. И я имею в виду, что у него очень много такого wishful thinking, да, то есть выдавая желаемое за действительное. А вот, кстати, цитата господина Нарышкина, она про Россию, учитывая, что сегодня глава службы внешней разведки заявил о том, что если Польша войдёт на территорию Украины, то последует молниеносный ответ Владимира Путина. Что под этим подразумевается, мы можем лишь догадываться. Кто-то говорит, что это ядерное оружие. Вообще, насколько угроза, как вам кажется, в Москве угроза применения ядерного оружия, она сегодня реальная? Я не знаю, потому что вот прозвучала первый раз история про ядерное оружие, все очень сильно напряглись. Дальше немножечко как-то всё притихло. А сейчас у нас некая молниеносная реакция с какими-то, значит, секретными невероятными инструментами, о которых говорит Владимир Путин. И вот уж тогда-то точно мало никому не покажется. Что вызывает у меня здесь некоторые сомнения? Первое. Ядерное оружие потрясающе замечательно, но я хочу напомнить, что оно есть не только у Владимира Путина. Поэтому я уверена, что он в курсе, как это устроено. Вот это вот брецание ядерным оружием. Вторая история про то, что, значит, молниеносный ответ чем-то невероятным, эффективным, и вот мы уж вам так сейчас расскажем. Наоборот, не расскажем, но вы поймёте. Хочу спросить, а что до этого? Нет? Не было случая? Как-то всё было слишком хорошо, чтобы показывать это супероружие? Два месяца вы показываете, что блицкрик у вас два месяца длится. Поэтому, ну так, чуть-чуть я сомневаюсь. Нагнетать какую-то там истерику, угрожать и вот так вот, «У-у, я сейчас, у-у, как я сейчас». Ну, ладно, давайте. Но мне пока кажется, что это, ну, скорее слова. Может, я себя успокаиваю просто, потому что, если ко всему тому, что происходит вокруг, ещё и добавить вот эту реальную угрозу ядерной войны, то, в принципе, это совсем будет тяжело. Звонок у нас. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Добрый день, Вадим. Добрый день, Татьяна Фельгенгауэр. Из Антона, Москва. Я хотел бы, чтобы Татьяна Фельгенгауэр, если меня хорошо слышно, да, прокомментировала два факта из жизни Владимира Соловьева, пропагандиста, и один факт из жизни Маргариты Симоненко. Я сейчас напомню эти факты. Первый факт жизни из Владимира Соловьева, его покушение, неудавшее, если так называемое, в кавычках. А, сейчас слышно, да? Это бы уже прокомментировали покушение. Антон. Значит, второй факт по поводу перепалки. Алло, слышно, да? И это мы уже тоже прокомментировали. Давайте теперь про Симонян. Да, я, к сожалению, слышу и Татьяну тоже. Может быть, что-то у меня случилось с наушником. А Симонян? Исправить эту ситуацию, и мы сейчас это сделаем. Пока у нас такая техническая пауза. Просто напомню, что подписывайтесь на канал Татьяны Фельгенгауэр в Ютубе. Да, обязательно это делайте. Подписывайтесь на наш канал тоже. Не забывайте подписывайтесь на наш Телеграм-канал Игрянулгрэма. Его легко найти на этой платформе. Ну и лайки не забывайте ставить, чтобы алгоритмы Ютуба активнее нас рекомендовали. Ну а мы пока попробуем вернуть мне звук в наушник, чтобы я понимал, есть ли у нас соединение. Потому что как-то Антон у меня, он уходил постепенно из моего эфира. Слышите ли вы меня, скажите. Да, мне дают другой наушник, так что надеюсь, все будет у нас хорошо. Татьяна, слышите ли вы? Да я-то все слышу. Да, я вас слышу, но очень плохо. Попрошу, чтобы громче сделал сейчас наш режиссер. Хорошо, но я просто вот в отличие от вас успела поговорить с Антоном. А, да? Вот, да. Он хотел, чтобы я прокомментировала два факта из жизни Соловьева и один факт из жизни Симоньян. Проблема в том, что обе истории с Соловьевым я уже прокомментировала. И покушение, и перепалку с губернатором Свердловской области. Вот, а вот на Симоньяну уже сорвалось все, поэтому извините, пожалуйста, дорогой Антон. Так вот вышло все неловко. Ну, как-нибудь мы Симоньян тоже обсудим. Да, пока я тут пытался наладить вопрос. Ну, это еще, кстати, вопрос от наших зрителей. Ну, конечно, без Кабаевой не обойтись. Это вопрос сейчас, который многих волнует. И, казалось бы, это личная жизнь, и можно было бы оставить за скобками. Но есть интересный нюанс. Это то, что написал Wall Street Journal о том, что Кабаева-то не трогают. Кабаеву не наказывают. В отношении ее, как главы русской медиагруппы, не вводят санкции. И, ну, Wall Street Journal сообщает, что боятся реакции Владимира Путина. Слушайте, у нас вообще как-то с вами удивительно разный выбор того, что, ну, как бы, видимо, с вашими зрителями очень сильно разнится то, что беспокоит. Меня вот вообще Кабаева никаким образом не трогает и не беспокоит. И я видела, да, эту историю с Wall Street Journal. Они там, кстати, там я уже запуталась, сколько детей в итоге у Владимира Путина. Как-то да куча получается. Вот. Но это, да, очень трогательная, человечная, милая история. И я уж не знаю, насколько она выглядит правдоподобно. Но, честно скажу, для меня это был какой-то заголовок, мимо которого я, ну, скорее прошла мимо. Может быть, потому что, ещё раз, я очень сильно во внутренней повестке здесь. Да, потому что, а, война, и, б, очень высокий уровень внутренних репрессий. И в связи с этим я вынуждена вас разочаровать. И Алина Кабаева, и санкции против Алины Кабаевой вообще никаким образом меня не то чтобы не трогают, не интересуют. Ну, я считаю, что это какая-то третьестепенная история. Там вот, когда 40 стран собираются в городе Рамштайн и обсуждают, как они будут Украине помогать вооружениями, вот это важно. Вот это супер важно. Когда здесь каждый день журналистов в СИЗО бросают или Владимира Карамурзу, вот это тоже кажется мне важным. А что там с этой Алиной Кабаевой? Ну, как-то, ну, включат в санкционные списки, будет хорошо. Не включат. В принципе, мне кажется, это не сильно меняет ситуацию. Ну, кстати, у нас есть звонок, давайте его примем. А здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Да, здравствуйте. Меня зовут Юлия, я из Бреста, Беларусь. Татьяна, здравствуйте. Спасибо вам большое за поддержку Беларуси в 2020-2021 году. Но я вам хочу спросить и, соответственно, даже сразу ответить, если вы прокомментируйте, пожалуйста. Как говорится, холодный душ. Вы знаете, мы пережили за 2020 и за 2021 год все. Нам казалось, вот мы только победим, вот они сейчас все поймут. Вот-вот еще чуть-чуть, и на нашу сторону перейдут все адекватные люди. Но нет, всех зажали, как говорится, загнали под плинтус, всех подавили. И как будто бы жизнь дальше идет. Понимаете, в чем дело? Не думаете ли вы, что пропаганда России способна сделать в сто раз больше? И точно так же всех задавят, и все будут радоваться и жить, как будто бы ничего не произошло. Ведь реально люди, белорусы, да, ну может быть такие, как я, вот прям отъявленные. Мы еще о чем-то думаем, мы все анализируем, понимаем. Но большинство тихо сидит по домам и чего-то нет. А может быть Лукашенко все-таки неплохой? А потом все будут ваши говорить. А может быть Путин все делал правильно? Понимаете, ведь у них идет своя методика. И они на нас уже эту всю методику испытали. Вот вы сейчас испытываете то, что мы испытывали в 2020 году. Сажают всех, покаянные видео. Я как будто бы смотрю вот это вот все снова в сериале. Вот как будто бы на повторе, на репите. Понимаете, что может быть реально Путин победит? Извините, пожалуйста, не хотелось. Я не хочу вас расстраивать, но вообще вот здесь, в Москве, нет никаких радостных настроений по поводу, что все против. Более того, я хочу сказать, что в Москве не было и таких массовых протестов, как в Беларуси. Не было. Не было. Поэтому какой уж тут холодный душ. Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в стране, в которой я живу. И здесь большинство людей, они сидят, их вообще ничего не интересует. Им все, в принципе, нормально. Их все, в принципе, устраивает. Еще есть те, которые считают, что мы люди маленькие, от нас ничего не зависит. Там наверху все решили. И таких людей навалом. Это вот как раз те, которые протестуют, которые там как-то высказываются. Вот их очень мало. Поэтому, в принципе, вы мне ничего нового-то не рассказали. Я не жду, что здесь вдруг какое-то торжество антивоенной риторики разверзнется. Ничего такого здесь нет. Другое дело, что там Москва, в отличие от регионов, она хотя бы не завешена этими чудовищными полусвастиками. Там 2-3 места, дай бог, есть в городе. 4-5. Но не суть. Да, там не общественный транспорт, ничего такого. Но если вы поедете в регионы, вы увидите там везде и общественный транспорт в этих свастонах. И какие-то там здания, люди ходят. Ну, то есть это как бы у вас, наоборот, мне кажется, немножко ложная картина складывается того, что там вот эй-эй-эй, мы сейчас свергнем режим Путина. Ну, и в завершение, поскольку мы обещали вас долго не задерживать сегодня, вопрос про живой гвозь и про Алексея Венедикта. Вот наши зрители просят рассказать, как дела у Алексея Алексеевича, как этот проект развивается и выживает в условиях достаточно сложных в России сегодня. Слушайте, ну, я как-то не Венедиктов, и за него не очень могу отвечать. Проект «Живой гвоздь», он как-то развивается, существует. Там по 5-6 часов вещания каждый день. Более того, каждую среду днем Алексей Алексеевич Венедиктов отвечает на вопросы зрителей. Поэтому вы можете зайти на живой гвоздь и задать ему, собственно, все вопросы, которые вас интересуют. Ну, вот про себя могу сказать, что я каждую неделю что-нибудь веду. Вот на этой неделе у меня был Лев Рубинштейн персонально ваш, на следующей неделе, видимо, тоже буду вести персонально ваш в какой-то из дней. Там есть группа наших журналистов, которые продолжают оставаться с нашей аудиторией, потому что для каждого из нас это очень важно. Это очень какая-то такая личная важная связь, которую мы хотим сохранить, поддержать. И я вижу, что это нужно, и вот я про себя сейчас говорю, и мне самой, и людям, которые, несмотря ни на что, остаются с нами. И я ужасно им благодарна за это. Какое-то, знаете, я понимаю, что уже ничего не вернуть, что уже ничего не будет, как прежде. И не будет никакого эхо Москвы больше никогда. И надо, наверное, идти дальше. Но вот этот кусочек дома, что ли, не знаю, какой-то кусочек семьи своей, вот я его берегу, ношу с собой, и поэтому вот каждую неделю стараюсь быть в эфире живого гвоздя. Ну что ж, Татьяна, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Татьяна Фельгенгауров, подписывайтесь на YouTube-канал. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго вам, мы продолжаем наш стрим.